приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад и горы цветы у нас еще очень важная тема в козероге 2 ноября идет посадка чеснока зимый чеснок и снова же я использую для посадки чеснока раствор вот этого удивительного нового препарата который называется фитоспорин к и очень хороший в том плане что если холодно то в почве он засыпает только создаются благоприятные условия просыпаются вот это фитоспориновые как раз организмы там сенная палочка и начинает работать в любом случае у нас в теплом месте я развела как раз по инструкции и на полчаса замочила вот чеснок это у меня уже завершающая посадка у меня зора вот осталось я посадила мюнхаузен любашу и мессидор и еще один гермидор называется это голландские два сорта вот и остается у меня зора это прошлом году я покупала и развела вот довольно таки крупный красивый вот замоченный он у нас растворе фитоспорина ничего страшного что темный ничего в этом сложного нету проверила все будет хорошо потому что здесь как раз и защита от грибковых заболеваний и плюс питание ну а сейчас пойдем на грядочке покажу что мы будем и как мы будем высаживать его вот я сапкой сделала такие луночки луночки глубиной пять сантиметров и проливая снова же раствор фитоспорина видите какой он вот он цвет не и не светлый и не темный но обязательно проливаю фитоспорином для чего для того чтобы тоже обезопасить длинная длинная будет у нас как раз весна я сначала водичкой пролила сейчас еще и вот еще фитоспоринчиком почему длинная как раз будет холодная весна и растения в земле будут очень долго и если там есть споры грибковых заболеваний а они есть обязательно то естественно будут нападать на мои растюхи далее что еще делаю а еще еще беру мясо костную муку и рыбную муку вот у меня как раз осталось кусочек и досадить и я как я делаю как я определяю я определяю таким образом чтобы как посыпаю знаете как мукой присыпаешь или солью ни много ни мало и вот таким образом все это все все луночки просыпаю ну а теперь остается у меня только посадка посадка делается вот таким образом снова же беру каждую чесночину раздельную фитоспоринчики вот здесь расстояние дело в том что этот чеснок очень крупный здесь 12-15 сантиметров друг от дружки высаживаю этот чеснок вот и затем его укрываю почему я так делаю в прошлом году я посадила как раз в сухую землю и он очень долго долго сидел в земле потому что за зиму вообще осадков почти не было а раз осадков нету естественно не было ни корневой системы никакого развития ничего не было в вот этих растюхах вот этих прекрасных зубках чеснока и только потом уже когда начали поливать тогда он начал с опозданием расти пока капельная система капельного рождения расставили в общем целая история и мы опоздали поэтому немножко у нас чеснок был мелковатый в прошлом году и лук поэтому в этом году я лунки заливаю верить в то что пойдет дождь мы верим но его все нет и нет поэтому вот такая технология это новая технология сразу же ставлю и мясо костную муку и рыбную муку и естественно вот вот замачиваю для того чтобы во первых напитать их питательными веществами вот эти зубчики ну и защитить в зимний период и весной от спор грибковых заболеваний как только потеплеет сразу же споры грибковых заболеваний начинают с дождями или чем там попадать в почву а тут их ожидают уже синая палочка с фитоспорина и не будет и пощады вот такая важная тема нас остается немного времени и вот это то что у меня осталось чеснокозора досаживаю и завершаем вот эту посадочную как раз работу посадочный озимого чеснока и озимого лука мы прощаемся с вами всего вам самого-самого доброго пока пока